Продолжение следует... Я напоминаю, что мы ведем запись мероприятия и планируем его выложить потом в открытый доступ в YouTube. Но также напоминаю, что, несмотря на запись, у нас по предварительному уведомлению действует правило Chatham House. А именно, если вы хотите сказать что-то, что не должно остаться в записи или цитироваться с вашим авторством, то, пожалуйста, сообщите нам об этом перед вашей репликой. И мои модераторы сегодня, мои со-модераторы сегодня, Вадим Можейко и Валерия Костюгова, и передаю им слово. Валерия, Вадим? Приветствую всех. Хочу сказать, что сегодня представители участников сегодняшнего обсуждения – это Франа Квечорко, это Геннадий Максак из Украины, представитель Совета внешней политики украинской призмы, это Андрей Бардаманский, профессор социологии и руководитель Белорусской аналитической мастерской и лаборатории новых. Это Дмитрий Бородко, сегодня он член штаба Сергея Берични, а в прошлом он был одним из руководителем из Украины европейской Белоруссии, то есть с таким весьма богатым опытом. И я хочу попросить именно Дмитрия Бородко и начать обсуждение с нашего первого вопроса о том, что может ли он сформулировать, насколько это возможно, какие-то итоги, и какие-то уроки, которые мы можем вынести из имеющегося у нас опыта протестов? Окей, я только хотел спросить, как лучше по-русски, чтобы всем было понятно, потому что я так вижу, понимаю, что есть представители из других стран, или на белорусском новояках. Мне кажется, действуйте, как вам удобно. Да, главное, чтобы можно было всем еще раз добрый день, главное, чтобы было удобно говорить. Думаю, вроде все за всем справляются. Окей, ну, в таком разе я хочу сказать, что зайду, может, к реху с далекой, бо я, скажем так, назираю за гэтами и выборами. К реху, за одного боку, я являюсь у дзельниками гэтого электорального процесса, а с другого боку, я, скажем так, весь час был в передних кампаниях, так бы, на вострыне гэтого супрациву в уличных акциях, а зараз у меня, вернее, зручная ситуация, я могу назирать, к реху, сбоку и рабить полные анализы. Вот. Что хочу отзначить? Все те методы, что датычатся уличных акциев, в принципе, это все уже было в истории уличного супрацива, альбу уличных акций. Все это было, и, как бы, и лонцоги солидарностей, и пляска неудалония, все те методы, які зараз выкрыстовываются, уже каля стебли. Но присутствуют чуть-чуть павные новые элементы, яких я хацел бы отзначить. Перш за все, гэта регионализация, каля раней, скажем так, большаяся акция проходила в центре, в Минску, в столице, и, скажем так, все политичные организации займались, кем-то уж как подтягнуть за регионов людей на уличные акции именно в этоу Минску, то зараз отбывается павная регионализация, то бак вельми шмат, скажем так, отбывается акция в регионах. Гэта цікавый досвід, па другое, вельми эмоцная знешняя патрынка акция солидарнасті па замежамі країны, гэта так сама я лічу пэлну новый элемент тиску сбоку грамадской супольнасті вось на ряжым. А так сама, ну паўна нова элемента, як выраступы вядомых дзяячоў культуры, навуки, а нават выступ милицы і заявы паўны, гэта так сама новый новый элемент. Што іще могу дадаць? Єсь, от я адзначу п'ять пунктов на мой погляд, які, скажем так, гадуть да паспяховасці уличных акций. Бо уличные акции, ну, скажем так, завсюда були неадземным элементам политичной боротьбы. І менавіта, калі уличная акция адбуваецца в працесі некай политичной кампании, ось менавіта, тады, яны ма пэлны эффект, і можна различиваць на паспяховас вэтых акціях. Напляк, калі узгадаєм акцій там адзінацтава года пляскані в долоні, альбо народний сход, як там называліся ата акція, я вже не памятаю, табак яны іміля вельмі караткотермінові скажам так, абшарки, вельмі правадзіляс в караткі термін і, прінципі, не прыводзіли да пэлного эффекту. Табак улічній акцій лев за все праводзіць падчас палітичных кампаній. Падругой, гэта дага терміновася акцію. Калі аны праводзіць на працягу двух, трёх, чатырёх місяців, то тагды аны саправды маюць маюць вельмі великий эффект. Абайдаско, як я зазначу, важна будуть тут знішнія патрынка, гэта акція, які адбываюцца пазамежамі країны, это таксама дадае эффект тому, што адбываюцца внутрі країны. І што іще значыць можна? Гэта паўна, як я называю, санітарна альба технічна забезпеченіць ціх акцій. Тоба кудзельнікі мусюць быць упаўнені в тым, што падчас гэта акцій яны могут разлічвать на тое, што я, будзельніка забезпечені збоку скажам так, адповедных службоў альба арганізацьоў на конд сплаты штрафаў, калі людзі трапляюць на суткі, гэта таксама важна, што были людзі, які займаліць передачамі, які займаліць забезпечені тых людзей, які скажам так, трапілю палом. і наявнаць, скажам так, верне, адсутнаць адзіна центра керавання, то, бак, калі прысутнічать някалькі центраў керавання, гэта таксама дадае дадатковыя бонасы, скажам так, для эффективності этых уличных акцій. Ну, так. А можна уточняючі вопрос вот какой. Как раз по этому пятому пункту про отсутствие единого центра руководства. Уже на сегоня ситуація складывается таким образом, что трудно сказати, будуть ли вообще какие-нибудь центры руководства, поскольку задержання всех потенціальних лідерів уличного протеста идёт просто очень высокими темпами. Я так понимаю, что один из кандидатов уже не сможет участвовать в КАЛА, второй сидит и вряд ли ну, положим, его зарегистрируют, это одна ситуация, положим, его не зарегистрируют, это другая ситуация, но, впрочем, его штаб и не пока не высказывался никак за какие бы то ни было уличные акции и скажем, вообще мы совсем не наблюдаем по отношению к трём Чечню, Конопарской и Дмитриеву началась кампания принуждения к снятию и как бы это сказать как как вы думаете если ну вот протест этот будет совершенно ну обезглавлен все равно ли люди будут следовать своим побуждениям и выйдут или нет как вы считаете и какие дополнительные риски это вызывает тут на самом деле такая ситуация что трудно спрогнозировать во что это может вылиться потому что с одной стороны акции начались как мне кажется рано то есть они начались уже где-то там в апреле месяце вот и это позволяет властям скажем так ликвидировать не ликвидировать скажем так изолировать скажем каких-то лидеров протеста людей которые принимают решения с другой стороны я наблюдаю определенный момент самоорганизации то есть запущен какой-то механизм и это дальше начинает работать само собой вот смотрите простой пример по сбор подписей мне было очень интересно вот этот метод то есть понимаете я раньше наблюдал скажем так сбор подписей на улице через пикеты приходит протестный электорат они собираются стоят толпой что-то обсуждают там какие-то эти самые споры какие-то эмоции и так далее это понятно вот сейчас приходят люди становятся молча в очереди молча подходят молча ставят подпись и молча уходят то есть это такой интересный момент и это уже скажем так воспринимается как определенного рода флешмоб то есть люди кто-то наверное мне так кажется они запустили скажем так схему модель вот такого поведения и это уже начало мультиплитироваться через другие каналы региональные какие-то на другие города и это очень хорошо в общем скажем так электоратом протестным было воспринято вот опять же я немножко так наблюдал потому что у меня есть знакомые в разных скажем так штабах как велась работа например у той же Тихановской когда все знаете координаторов основных там изолировали но все равно были люди которые продолжали координировать работу потому что вот у меня хорошая знакомая Витебский она координатор Тихановской она говорила что на определенный момент она просто стала и не знала что делать потому что они собрали там более 10 тысяч подписей что дальше с этими подписями неизвестно выходить или не выходить то есть был момент но потом как бы пришла откуда-то команда и все дальше они продолжали проводить работу то есть у них практически убрали всех основных заводаторов но с помощью телеграм-каналов и других скажем так свойств средств коммуникации они продолжали эту работу продолжали координацию продолжали собирать подписи то есть момент самоорганизации вот он запущен он идет подогревается скажем так кто находится в тени мне еще трудно сказать но определенные скажем так элементы этого я вижу есть несколько центров если это суммировать получается задержав таких потенциальных лидеров уличного протеста такое ощущение что власть получается хуже себе сделала и скорее усилила этот протест как ни странно в определенной степени да то есть она вызвала еще больше массу протестного настроения среди людей спасибо пока мы поэтому я не знаю к чему это дальше приведет то есть будет ли дальше какое-то это самое противостояние на улице делать ищу к чему это приведет дальше мне сейчас трудно сказать возможно родятся новые лидеры возможно есть лидеры которые находятся в тени потому что такое например я открою секрет в 2006 году практиковалось когда определенная часть людей работала скажем так официально скажем так и реагировала какие-то какие-то указания а была часть людей которая находилась немножко в тени и они скажем так контролировали и координировали работу не привлекая к себе внимания спасибо дмитрий тогда вот как раз таки о настроениях я попрошу Андрея Петровича рассказать с учетом именно еще и все-таки явные демонстрации властями что цена протеста может оказаться очень высокой спасибо краткая краткая живая реплика по поводу Дмитрия по поводу молчания значит на улице стоит человек и молчит к нему подходит другой человек и ни с того ни с сего бьет ему пощечину за что спрашивает первый я же молчу я знаю о чем ты думаешь что произошло к этому моменту две новых тенденций которые появились что происходит два момента значит первое не боюсь быть тривиальным это переход протеста онлайн эту констатацию все прекрасно видят ощущают знают но в этой ситуации возникает вообще большой вопрос переосмысление онлайн протестов так так ли это ничего вообще говоря для общенациональной забастовки которая просто решит все вопросы не нужно никакой улицы вот вот это наверное главный вопрос который я хотел задать участникам который заключается в том что вес онлайна стал несравнимо больше и по своей значимости по своей результативности он уже приравнивать его можно приравнивать уличному традиционному значит второе что произошло и это со стороны режима это технологизация технологизация действий истеблишмента значит первый момент ну например подписано 50 указов по поводу того как пойти навстречу населению просьбам вопросам которые задаются и так далее то есть 50 указов по поводу улучшения жизни значит населения то есть это не сила а это технологизация но я все-таки назвал бы это квази технологизацией поскольку она невозможна почему потому что сформирован и он на данный момент пока что непреодолим щит эмоционального недоверия к тому что говорится со стороны режима да если было сказано что дважды два четыре то электорат усомнился бы в таблице умножения увольнение дикторов с ОНТ это вообще как я уже другой пример приводил по поводу Тихановского это спецоперации оппозиции либо Кремля либо Кремля по понижению рейтинга государственных телеканалов вот ну просто все делается для этого значит и второй момент почему технологизация невозможна так же как и модернизация была невозможна в свое время мы знаем об этом несмотря на колоссальное вложенное средство значит она так сказать невозможно по той простой причине что предлагаемые те предложения те шаги навстречу которые делаются по отношению к электорату очень малы по сравнению со сформировавшимся объемом субъективных желаний которые которые есть ну вот недостаточно этих вещей да там какие-то подачки бизнесу 6% пенсионерам и так далее и так далее там понижение каких-то цен недостаточно этого не срабатывает то есть классический политико-деловой цикл который происходил всегда в 15 он не очень получился сейчас просто абсолютно не получается не могу не напомнить сегодняшнюю отличную картинку тот байк который показал с января до июля пенсии в белорусских рублях выросли а в долларах ровненько обратно упали даже такая скорее не подачка в общем все пенсионеры прекрасно видят курс доллара и понимают что скорее обратно в силу ограниченности времени я не буду показывать значит какие-то данные по экономическому самоощущению но оно в общем действительно байно значит вот эти два процесса происходят переход в онлайн и технологизация которая невозможна по определению это то новое что произошло вопрос я сформировал уважаемым коллегам вообще какова роль и значимость теперь онлайн процесса поскольку становится ясно что она самодостаточна и сравнима по своей значимостью с уличной может быть Дмитрий не очень согласен но вот ну а то может будет время обсудить Андрей спасибо второй момент второй момент обращение вопрос вопрос уже к коллегам ты можешь не к коллегам переходить нет это как бы пусть он витает в воздухе мы тогда еще второй момент который происходит обращение к жителям к коллекторату к силовикам к истеблишменту к первому лицу идет большой я не боюсь этого слова вал обращений в 10-м году так не было от каких социальных групп идут эти обращения общая формула такова чем дальше от истеблишмента истеблишмента ценностной ориентации и культурный уровень данной группы тем больше идет обращений в первую очередь здесь вы видите это артисты медийщики даже из госканалов и так далее то есть высоко образованные люди второе это бывшее и здесь формула такая чем больше интервал во времени у бывшего и настоящего времени тем больше от такой группы идет обращение обращение либо какой-то решительной критики со стороны относительно властей значит дальше процесс будет продолжаться идти таким образом что будет происходить обволакивание протестными настроениями новых социальных групп значит ну то что произошло с силовиками протест силовиков это фейк конечно же это как бы ясно вот но есть много различных так сказать сигналов что ну там тоже не все так монолитно ну а тайна брутальных белорусских силовых структур заключается в том что они просто скопировали психологическую психологическую структуру первого лица значит от силовиков на данный момент каких-то обращений нет кроме нескольких бывших ну и выдающимся примером здесь тазлов является группами поддержки основными являются силовики вертикаль учителя комиссионные и неинформированная часть сельского населения вот четыре группы которые так сказать поддерживают но как я говорю с течением времени этот процесс будет продолжаться так сказать обволакивание потому что как я раньше говорил очень долго все это формировалось и произошла стереотипизация номенклатурного сознания следующий следующий момент поскольку все уходит онлайн то можно сказать что Беларусь будет лабораторией онлайнового протеста по крайней мере региональной лаборатории Беларусь в общем всегда являлась лаборатория протеста лаборатория борьбы с протестом поскольку так сказать всегда происходило так что процессы происходили позже значит позже и истеблишмент учитывал что происходило на Украине и предпринимал соответствующее телодвижение в Армении и так далее и так далее и поскольку мы были так сказать последними то за это время истеблишмент успевал выработать определенные контрмеры. Сейчас будет происходить обратный процесс лаборатории онлайн-протеста. И вот насколько он будет креативен, настолько он будет результативен. Каждый раз появляются, чуть ли не каждый день появляется новое движение, последнее это пропало подпись. И взрывным образом идут креативные такие появления и проявления. Кстати говоря, хотел бы в этом месте ответить на вопрос Валерии по поводу отсутствия лидеров. Да, это значит главный вопрос. Что в условиях отсутствия лидеров и что в условиях отсутствия интернета? Интернета тоже не будет. Значит, в условиях отсутствия лидеров будет происходить перманентный процесс каждый раз появления нового лидера. Он будет не такой блестящий, не такой выдающийся, не такой харизматичный, как Тихановский и так далее. Но вот эта вот цепочка, она будет продолжаться. То есть, так сказать, появление новых точек роста менеджмента, если угодно. Это будет происходить перманентно. Значит... Андрей, спасибо. Я думаю, может быть, сделаю... Я последнее тогда... Я последнее. Хорошо. Значит, последнее скажу по поводу одного очень важного процента, значит, процесса. Самые важные процессы, на самом деле, сейчас происходят в малых городах. Особенно после того, что там произошло с задержаниями и так далее, и так далее. Большое плотное взаимодействие населения с силовыми структурами порождает определенное психологическое напряжение, да, так или иначе, если никто даже прямо, так сказать, не угрожает, создается напряженная психологическая ситуация. И вот к чему это приведет, так сказать, вот это большой вопрос. ОМОНовец, бывший ОМОНовец, очень интересной фамилией для ОМОНа, книга, он сказал, что весь гарнизон присутствовал, да, весь гарнизон, тогда, 29-го, в Гродно, весь гарнизон, это несколько десятков человек. А если выйдет тысяча? По всем 120, значит, городам. Вот в этом, так сказать, смена процессов, которые сейчас происходят. Ну и, наконец, должна состояться историческая встреча оставшихся кандидатов. Вот что они решат? Сниматься, взаимодействовать и так далее. Это тоже будет такая точка дефортации, которая в значительной степени повлияет на происходящее. Пока что я сократился, а пока что спасибо. Спасибо, Андрей. Я думаю, еще будет возможность, конечно же, подключиться к дискуссии. Но, конечно, после вопроса, если бы сказал такого, скорее, довольно-таки интересного и, может, в чем-то оптимистичного по оценке процесса в онлайне, конечно, нельзя не дать слова следующему Франоку Вечерка, который, мне кажется, тоже всегда много, много про это говорил, мне кажется, тоже вполне, по крайней мере, раньше был оптимистичен. А, Франок, как ты сейчас оцениваешь вот эту и роль телеграмма, которая есть сейчас в протестах, и какие плюсы-минусы? Ну, и, конечно, интересно, что пока мы формулируем, от момента того, как мы сформулировали этот вопрос и до момента, как мы собрались сегодня с дискуссией, с тех пор было и задержание Игоря Лосика и многих других блогеров, телеграммеров, так что, кажется, власти тоже оценили роль телеграмма, скорее, как высокую. Спасибо. По-русски или по-белорусски? Up to you. Хорошо. Ну, я могу по-белорусски, но, если никому не понятно, то скажите. Спасибо большое за запрошение. Значит, саправдой, многие речи были предсказательные, многие саправдой нечеканные. Но работу в коммуникации, например, меды, я шмат-кодов занимался Радо и Свобода, я всегда учил так своих коллегам, что 80% часа мы будуем инфраструктуру, мы будуем наши суполки, мы будуем нашу супольность, мы робим новинную стушку и постим к веточке у инстаграм, каб гэтая супольность, кая читая Радо и Свобода, нам давярала, каб мы сбудовалі давярливые относины. Але потом, пауны момент, нават калі сёння, гэта не ведзі до нашей миссии, у пауны момент наша миссия і наша роля будзі крытычная. І гэта момент для Радо и Свобода і для іншых беларускіх медео, ён наступіў. То, што вельмі шмат гадоу будавалася, яно рак там стала супермагутным. І то, што Макей так зареагаваў на Радо и Свобода, што это Радо и Свобода організовыя з телеграм-каналами, гэта абсолютный вынік нічаканай сілы сеток Радо и Свобода, узмоцненых яшчей телеграм-каналами. Мы на Радо и Свобода не чакалі такога ефекту. А што казаць ўжо про Макея. Сапрауды, гэта стрымы, які праводзілясі на Ютуб, яны сыгралі варашальныю ролю ў выходзі людзей на вуліце. Дзей з'являлася камера, адразу людзі ішлі да камеры і выгаворваліся. Свабодны микрофон стал асноўной формы выказвання думкі. І вельмі гэта стрымы адрозніваюцца ад стрымы ў 17-18 года, калі людзі не маглі сфармуліваць дакладна, што яны хочыць, наво, што яны выходзіць на вуліцу, якой Беларусь яны бачыць. На стрымах апошніх месіццаў, пачынаючы ад Тихановска, а заканчываючы ланцугамі неабыякавых апошні дні, людзі вельмі ясна выказывалі свай дымкі, вельмі структуравана, па пункціках. І кожнае выказванне було адчування, ано небыта падрыхтаванне чалавекам загадзе. Мене було адчування, што людзі, які выходзіць на вуліцу, яны ўжо ведзуць, што яны скажуць на стрымах радуе свабода. І адпаведна, адпаведна ты, яхто глядзяць гэта, яны зараджаюцца аптимізмам, адкненнім таксамам. Але адбывся іншы ефект, які был для когось ці прадказальны, для когось ці не прадказальны, ата і вот ефект корэкцы. Калі вельмі моцна рост, суполак ў Телеграме, старонак на Ютубе, сайтаў адбываўся, ў пэўны момэнт, ўзэта червоная лінія, ўзэта контракт грамацкі пра контроль над інформаційной просторой был парушаны. Раней було так, што інтернет, нехай там гэтае бавяцца гуляюць, але телебачыні, традиційныя сміяны застаюцца пад крытычным контролям улады. Червоная лінія была перасягнутая, і улады ударылі па сэрцу, па ўсіх тых, то вось гэты альтернатыўны контэнт ствараў. І аны не арыштавалі редактараў в незалежных смі. І аны наваць не пазабіралі, пазабіралі ўвыніку Сашу Дэнько, яка я стрыміла, але выпустіля. Але іны ударылі па тых, хто займаўся дыстрыбуцієй контэнта. Гэта блогеры, ўсе Мазгон, і вся каманда Цихановскага, і ўсе ведучыя чатаў «Страны для жызні» ў Телеграмі і на Ютубі. Гэта лосік, ну і гэта безпалаў, які паспеўсь бягчы. І сёня ён ўжо, мы ведаем, ану безпец, і он не ўзабаве раскажы на стрымі, як за ім палявалі людзі ў масках. Гэта людзі, якіх ніколі не было бачна ў публічныі праскоры. І аны просто абнаулялі канальчикі, староначкі, пастіли на Ютуб пролікі. Улады зразумелі, што мінавіта гэта місце, дзе яны праіграюць. І яны ўдала правялі спецапірацію, і яны спаралізавалі. Той, што мы назіраем, апошнія некалкі дзён, мы назіраем, што лічбы упалі, заправду і упалі. З нікіх прычынам, безумовна, зядомых прычынам, тому што было менш акціў, апошнія дні, але і тому, што тыя людзі, які вялі, гэтая сторонкі, гэтая сеткі, гэтая каналы, аказалізі недосяжныя, такі, які Гарловськ. Я вам пакажу лічбы, зараз, як гэтая Телеграм-каналы рослі в Беларусі. Вот па двох основных прикладах, спадзюсі, вы бачыцца му екран. Гусьцца два, гэта два папулярныя, адны з найбільш папулярных каналы, які я просто агрыговалі інформацію. НКБ, Майя країна Беларусь, яна ёсці ў Контакціў, я там некалкі сот тысічаў, яна ёсці на Ютубе. Яна аж гэтай Ютуб-канал ў сылу Кашэнка, які рабіў пранкі, можа быць, гэтая пранкі таксама і паслужылі прычыный разгрома. Вы паглядзіцца, што на колькі яно за літеральна тры месяцы, яно вырысла ў чатыры, ў тры с паловой разы, колькась падпішчыкаў. А справа гэта Беларусь галавнова мозга, які был ітак моцным каналам, але цепэр гэта адзіны канал, які пішы толькі пра палітыку с такім ахопам. Кожны пост Беларусь галавнова мозга дзеліцца ад трохсот да тысіч чалавек. Кожны пост. А такіх пастоў робіцца па 5-15 на дзень. Ну вот групы каналаў, які ўдзельничалю в дэстрыбуціі віздай інформацій, яны не ўзаемазвязаны. Нікаторые зіх безумовна абмінюваюцца контэндам, але тут, як мы бачым, тут не толькі ананімныя телеграм-каналы, за якими невядома хто стаїць. Тут справа нехта, ну з ясных причину, тому што адміністраторы ў Польщі яго не могуць паралізаваць, страна для жызні гэтаі каналы і чаты ўжо спаралізаваная, хаця чатики живуць, пальчасма толька пакуль дзякувать Богу на свабодзе. Справа зверку пакулярныя навінныя, медийныя каналы, які ў гэтаі сітуація можа быць не такія крытычныя, бо я нанімаюць там, ну тут бай мая, але я не паціць толькі прапалітку, хіба што пачас разгромаць ніякай вулічныя акція. А вось гэтаі аснувныя схема, гэта вось тыя каналы, які абнауляліся валянтерамі, і вуд зараз, які аказаліся ў такім пауз паралізаваным стане. Я думаю, што влады ненамераная выпускаць лосіка і іншых блогерів дзясятага жнівня. Я думаю, што їхнія задача, і гэта тема нашай сінішній дискусії, їхнія задача гэтую структуру і рахапіць, знішчыць, альбо гэтаі каналы узяць пад свой контроль, як они спрабывалі зробіць з някакі мічацікамі Ціхановска. Калі ж мы паглядзім па сайтах, то мы бачым рост за 2020 год літералі на ўсіх сайтах, і більш палітызаваных, і менш палітызаваных. Гэта рост два-тры разы. Гэта рост за пішнія някакі місяців. Безумовна, лічбы у лютым і у сакайвіку булі высокі, бо це був пачаток коронавірусу, але топовым був красавік і травень. Пакуль, што выбірчая кампанія на сайтах, не пераплюнула топов пачат коронавірусу. Але я правильно розумію, што трамовацца коронавіруснае топы не були досягнуты, але наваць тым, калі гэта пав'єстка пачла ўніс, але перадвыбарчай пав'єсткай, яшы болш падняла топов, што ровно не бачым падзенью, так? Я думаю, што червні, на сайтах прадамся на гэта і рыбарце, узнобіць ің-да коронавіруснага узараўня. Але вот паглядзіця, што на свободзе адвэвайцца, на радười свабодзі, гэта лічбы за опошнія два месіца. И мы бачим, что початок травня — это початок выборчай кампании, и другая половая травня росту два-тры разы за кошт сеткового трафика. Практично люди, які сидели у сетках и не ходили на Радио Свобода, может быть, и на іншые незалежные сайты, раптом моцно политизовались. Это то, что спадар Вардамацкий казаў, что политизация отбывается праз интернета, ле гэта не обовязково свечыць протестной мобилизацией. Да, гэта таке интернет-мобилизация, ле не обовязково гэтае люди выйдуць на вулиц. Только калі парауноваць чисто колькість людзей, ке выходзець ця пірна акція, яна ўсё ровна паколь меншая, чем колькість людзей, ке выходзелі там ў 10-11 гадах. Які высновы? Значыць, нам треба ратаваць медийну инфраструктуру. Радио Свобода, наприклад, пад пагрозы і визиты чутки, які спускалі. З МЗС, пра тое, што Радо Свобод позбавяць аккредытацій, яны не на пустым місцем. Яны заправды выкарастовуюць аккредытацій як репрессивный инструмент. І гэта аккредытація яны выдаюць усім замежным корреспондентам цяпер вельмі аккуратна, вельмі абачліва, попереджваючы. Белсат ужо гэта аккредытація немае і працюе ў нелегальным стане. Свобода можа працаваць ў пау легальным. Сатуація з доменами Нашай Нівы гэта просто спроба скарыстаць ў юридычныя непаразуміння і спаралізаваць вельмі моцную, мабілізаваную палітична групу. Гэта вот група фанатов Нашай Нівы. І гэта фанаты, дарэчі, не маюць такоя вялікае перасічэння з інжымі сайтам. Гэта запруды моцна змабілізаваная, кая сведама, беларуса-центричная аудиторія. І перахапіт телеграм-каналы. Телеграм-каналы, крам'я гэта, справуюць выкупляць і прапановуюць за нават малінкіе телеграм-каналы па 20-25 тысяч доляров. Некалькі зделак було зроблена за пошнія дні, ну я не буду казаць, але невялікі телеграм-каналы актывісты, волонтеры прадалі. І невядомаць, ята прадалі росіяцям, ці ГГБшнікам, нажаль, не ведая. Просто трэба трымаць рку на пульсі і зразумець, што падударам ўсь гэтыя вінцікі, ўсь гэтыя малінкі людзі, яких мы не бачым, але які ампліфіковалі ўсі гэтыя пошнія мэсяцы, мультыпліковалі мэсэджы і ефекты протэсныя. І регіоны, і ўсь гэтыя регіональнія волонтеры на телеграмі, яны зусім безабаронныя. Патаму што ми наваць не ведаем їхніх імёну. Най чуєм і нам прасылаюць нікі інсайты, што арештованы той і той, але ніхто не ведая їхніх реальніх імён, яны ўсі хаваліся за ніками і зараз просто не ведамо, што робять зіми ў РУУСах районных ў провінців. Ну, дзето тут зараз аптамізму набрацца, я так пакуль што адчуваю, што мы так латаем дзіркі і залізываем раны, зараз просто для медыў, ну, для нас гэта вялікі удар, які мы довго дано не перажывалі. Невядомыць, мы узновімся як медыў, потому што па стрымах ясно далі зразумець, што стрыма дазваляць не будуть. Супрад тых медыў, што будуть вести стрыма, будуть рабіцца провакаціў. Улады ўсвядомілі мабілізаційны патанціял новых медыў. І зачыстка будзе, яна ўже пачалася, яна будзе вельмі суворыя. Чым больш людзей, больша ресурсу інфраструктуры мы вратуем, тым лепш. І я думаю, што не трэба зараз для гэтых валянтеру кидаць ўсе силы і істі на баррикады до 9-го жнюня. Тому што 9-го жнюня махчыма ўсё і не вырышыць. Тяга Франок. Валерия, есть ли у тебя ещё какие-то вопросы? Будем дальше тогда. Давай двигаться дальше. Я хочу услышать, как Геннадий всё это видит отсюда, что он думает по поводу нашей ситуации. Геннадий? Да, я с вами. Действительно, наблюдаем за тем, что происходит в нашей соседней стране и очень переживаем за эти процессы. Конечно, я бы очень хотелось, чтобы это всё было цивилизованно-демократично, но уже исходя из того опыта, который мы имеем в наших странах и то, как видим, как это развивается, возможно, в других регионах, мы можем на себя уже предположить некий сценарий, как это может развиваться. Я в своём выступлении сделал несколько моментов к другим странам, которые считаю, вопрос, который вы поставили, протесты – это скорее мобилизация либо тормоз самого процесса, самого прогресса. Ну и скорее даже протесты, и скорее даже, как они закончатся. Примерно так, о чем я заговорил Франок, насколько можно пойти в какой-то момент на баррикады и просто всё потерять и не сохранить к нужному моменту. Здесь, мне кажется, нужно смотреть на две части или, скажем, на два движения по одной и той же самой улице. Во-первых, протесты действительно как часть мобилизации, и здесь есть позитивные моменты, которые мы можем взять из других стран нашего региона либо соседних регионов, скажем, из, опять-таки, Южного Кавказа. Армения мне видится здесь очень интересным примером. Но, с другой стороны, мы должны смотреть на то, как власть адаптировалась или адаптируется в связи с тем протестами и тем, скажем так, крайним форматом протестов, как революция, которая есть в нашем регионе. Конечно, нет смысла говорить сейчас вот здесь о таких направлениях или таких регионах и событиях, как Арабская весна, как события в Латинской Америке или в Юго-Восточной Азии. Но то, что происходило, вот, начиная, опять-таки, из Грузии, Украины, в Киргизии, да, еще когда была у нас и оранжевая революция, революция Рост, мы видим, что определенные уроки были учтены как и гражданским обществом, как и политикам, так и властям. Если говорить о том, чем может помочь протесты, ну, конечно, это формирование дополнительной повестки дня, которая вовлекает группы, которые обычно являются более, скажем так, либо пассивными, либо наблюдателями за процессами политических. Я бы назвал это как раз то, что вот тут уже позвучало и по поводу онлайн-платформ и людей, которые вовлечены именно через эти средства коммуникации, потому что это как раз и есть активизация тех групп, которые, возможно, меньше могли бы услышать, либо поучаствовать через другие каналы коммуникации. С другой стороны, мне кажется, что вот формирование, вот сам процесс протеста, он формирует дополнительную повестку дня, которая является более эмоциональной и более резонирующей. Даже если люди молчат и стоят в очереди, чтобы поставить подпись, мне кажется, что как раз именно эмоционально крас дает им дополнительное понятие того, что они принимают участие в очень важных событиях. И это очень важно именно для тех людей, которые не являются, скажем так, потребителем информации через классические монополизированные источники информации. И очень важно это как же опять-таки протесты, в зависимости от того, какая их массовость и опять-таки исходить в опыт, что это может быть некой такой точкой, либо лакмус-тестом для истеблишмента, для элит, которые смотрят и ориентируются, стоит ли все-таки быть лояльным своему лидеру, либо же стоит вовремя сменить буденок, ее спрятать и опять-таки идти уже за новое направление. Поэтому это то, что может быть мобилизирующее, но здесь добавляется очень большое новое. Начиная с тех годов, когда прошли революции по региону, по Восточной Европе и Центральному и Южному Камказу, то здесь очень много было предпринято и учтено уже режимами, которые хотят остаться у власти. И вот здесь прозвучал тезис о том, что Беларусь – лаборатория протеста. Я бы сказал, что это также релевантно, что и Беларусь может быть лабораторией антипротеста. То есть те меры, которые уже предприняты властью для того, чтобы, скажем так, минимизировать либо массовость этих протестов, либо снять накал и, скажем так, их атомизировать в те же самые центры принятия решений. Поэтому здесь очень важно смотреть и на те ресурсы, и брошенные на противодействие, и на те тактики, которые уже были избраны. Я думаю, что здесь во многом Беларусь копирует то, что принято было в России, начиная с 2004 года, 2005-го, начиная и с создания неких социальных институтов и движений а-ля-ля в России наше, которые бы создавались и моделировались специально для того, чтобы противостоять таким моментам. Вплоть до того, чтобы централизировать под собой все средства, инструменты правоохранительные, инструменты принуждения. Поэтому здесь, мне кажется, очень большое есть опасение о том, что все-таки инструменты очень сильно сгенерированы, а возможности расширения протестов, уличных протестов будут пресекаться на корню. И то, что мы видим, к сожалению, вот те уже факты, которые присутствуют в Беларуси, показывают то, что режим очень опасается того, что протесты могут выйти на уровень, который им не подвластен. Поэтому делается все, чтобы их избежать. Ну, три примера, которые для себя воспринял в регионе, Армения уже назвал. То, что у нас была революция достоинства, понятно. Как она произошла кроваво, трагически, и к чему она привела. Но я думаю, что это был для нас очень большой тест на демократию. Ну, и очень интересный вариант с Молдовой, где также в прошлом году и в прошлом году были очень большие протесты и, опять-таки, был очень большой кризис власти. Поэтому из всех этих моментов я для себя выделил те составляющие, которые могут повлиять на то, чтобы эти протесты к чему-то привели. Вот в моем понимании тех главных элементов я для себя выделил все-таки наличие центров политической силы, либо разрозненных центров в рамках самой власти, либо наличие сильных центров в оппозиции. Я не вижу больших центров во власти. То есть я не вижу, что там есть центры решения. В Украине и, скажем, в Молдове это немножко проще. С одной стороны, тем, что есть олигархи, которые готовы вкладывать и в средства коммуникации, и в средства, опять-таки, экономического стимулирования и протестного движения, и, опять-таки, каких-то альтернативных точек зрения. То здесь я не вижу то, что здесь очень много возможностей и много альтернативных ярких центров, которым, возможно, могут противостоять и идти, скажем так, на самые крайние меры с точки зрения вкладывания максимально своих ресурсов и желания в эти протестные акции. Второе. Пример, опять-таки, Армении, Молдовы и Украины показывает, что очень важно, чтобы было наличие, скажем так, прошлого опыта пребывания в состязательной формировании власти. То есть наши лидеры, которые сейчас при власти, они это проходили через оппозицию, через парламент. То же самое, что происходило в Молдове. Кризис, он был, скажем так, кризисом между теми представителями, которые присутствовали в парламенте. То есть определенными механизмами, институтами они уже пользовались в своей стране, и они имели представление о том, что и они были известны в том формате, что они были во власти. Это тоже очень важно для меня, кажется. Наричие частной системы медиа. Не онлайн, мы это уже обсудили, а вот именно те ресурсы и те каналы, которые важны. Здесь тоже в Украине и в Молдове ситуация немножко отлично от того, что есть нынче в Беларуси. Потому что это тоже очень важно для того, насколько вот такие протесты, они могут быть накручены массовостью людей и опять-таки расширением тех, кто присутствует в этом направлении. Ну и централизованность, например, принуждения. Это тоже очень важный момент, который нужно учитывать. И здесь мы видим то, что они действительно очень манипуляризированы в рамках системы. Поэтому в моментах лаборатории протеста и антипротеста я вижу, что лаборатория антипротеста все-таки она более фундаментально подготовлена. И это влияет, возможно, на то, что протестное движение может иметь очень большую наградность. Спасибо, Геннадий. А вот если вернуться к моменту про вот эти разрозненные, возможно, центры силы, понятно, как это может позитивно влиять, но это что касается того, что раньше начинал, в том числе, из Миссера, насчет того, что ведь всегда наличие центров силы это то, в том числе, по чем можно ударить, то, что можно парализовать. Если они отсутствуют, то есть насколько отсутствие этих центров силы тоже может быть плюсом? Чтобы люди за кем-то пошли и двигались с пониманием своей цели, нужно, чтобы эти центры силы, хотя бы даже не центры силы, эти центры были известны и каким-то образом они уже имели некую общественную легитимность. С этим, если мы говорим только о рождении центров по ходу во время этих самих протестов, я не уверен, что они готовы генерировать очень большую поддержку. Мое впечатление из опыта, который я проходил даже в Украине сам, будет листья участниками этих протестов. Спасибо, Геннадий. Хорошо, давай тогда посмотрим, есть ли у нас, мне кажется, основные вещи, которые сейчас были заявлены в программе «Вопросы» мы обсудили, спикеровала возможность выступить. Я думаю, тогда можем потихоньку приходить к дискуссии. Я бы хотел узнать, Антон, может быть, ты видишь, есть ли у нас, потому что телефоны плохо видно, есть ли у нас поднятые руки в чате или… Поднятых руки я не вижу, но, наверное, надо сейчас сказать остальным участникам дискуссии, не спикерам, что они могут себя разбьютить, включиться. Если вам есть что сказать, то сказать вашу реплику, либо написать что-то в чате. Вот мне писал профессор доктор Алан Флауэрс из университета Кингсона в Лондоне, который с нами. Он не задавал еще вопрос, но он просил о возможности задать вопрос по-английски. Если он задаст вопрос по-английски, я смогу перевести этот вопрос. Возможно, Алан, вы сейчас хотите задать свой вопрос? Окей. Да, я слышу вас. Добре. Да, извини, можно по-английски. Также, сначала, приветствую к Франак, который я помню, и я уверен, что он меня помнит много лет назад в Беларусь, и я очень рада вашу слову и вашу поддержку на дискуссию. Для тех, кто не знает, я просто был пригоден в Беларусь в 1992 через Чернобыль проблемы. Я был внуклер физическом, но я также был в про-демократии активист, и я founded на ют-нг.о. который только recently был регистратор. Интересный фактор для этого, кстати. Профессор, пожалуйста, сделай паузы. Вы можете помнить? Вы можете помнить? Вы можете помнить? Я говорю с людей, которые я не знаю, и не знаю, почему я не знаю. Но, конечно. У меня есть вопрос о медиа. Я был очень интересен в комментариях Дмитрий Бородко на технологии, и также о том, что Франак приведет. И, конечно, свидетельствует очень хорошо, что, в результате, в результате, в результате, в результате, то, что медиа, это очень важно и очень эффективно. Следующая вопрос с Беларусь в будущем в 2020 году будет обновления для того, чтобы продолжить эффективно после этого. И для того, чтобы и возможности на авторитетях на подключении, чтобы поддержать составлять И я обернуваю на точность на контактах по поводу доверного мероприятия Дмитрия и Франа. Хорошо, спасибо! Ну, я, наверное, быстро переведу. Вначале профессор поприветствовал Франка, которого он знает лично. И вопрос профессора Флауэрса был вопрос про медиа. Он услышал, что здесь много говорилось про потенциал медиа, но он хочет услышать, как конкретно Дмитрий и Франок, Дмитрий Воротко и Франок Вечерко оценивают потенциал медиа после выборов. То есть, что может произойти, собственно, с белорусскими медиа после непосредственно 9 августа. Ну, я, может быть, немножко скажу. По опыту предыдущих лет, скажем так, после выборов всегда идет, скажем так, снижение градуса политического давления со стороны власти. Поэтому можем предполагать, что, в принципе, все может быть возвращено к исходному состоянию. Хотя не мне сейчас и всем, наверное, трудно сказать, какие планы сейчас есть у власти по отношению к независимым медиям. То есть, вот, опять же, я хотел бы вспомнить тут цитату Андрея Вардомацкого по поводу перехода в онлайн. Это две стороны одной медали, понимаете? С одной стороны, независимая медиа и новая медиа способствуют мультипликации, координации действий уличных протестов. С другой стороны, на мой взгляд, на мой взгляд, ну, опять же, субъективный переход в онлайн достаточно выгоден современной власти, чтобы, скажем так, канализировать эти протесты именно в эту сферу, которую, в принципе, можно легко, как сказал Франц Печерко, взять под контроль. Либо захватить, либо перекупить и так далее, и, скажем так, уже следить за процессами, контролировать эти процессы онлайн. Я могу додать так само тут? Да, пожалуйста, Франц. Так, спасибо, Дмитрий, за первый комментарий и спасибо доктору Флауэрцу за выступление. Верно, мы рады бачить. Сопро, Дышман Гадоу. Значит, про медиа. Нам треба подректоваться до того, что не будет интернету. Интернету не будет не только 9 дн. Его не будет под час важных протестов, ланцугов, необыяковых, митингов в регионах. А максимум, они придумают новую схему, як отключаться особные сайты. Первая липень, азучора, забороненное выкрыстанне замежных днс-адрасов. Это значит, что любой сайт в Беларуси. А вот для закона, який чомусь все пропустили, никто не зауважу. Але цяпер не могут беларусские сайты выкрыстовыть замежные днс. А это значит, что любой сайт может быть закрытый, либо перенакированы спецслужбами по любым запыти судовых органов, прокуратуры. Например, вы забираете «Свобода Орка», заходите на стороночку новости администрации президента. И такие облякования плюс шатдауны под час важных подеев станут не редкостью для Беларуси. Отповедно, все, что мы маем теперь, традиционные сайты, наши Нивы, Харты и Турбайи будут просто выключаться на полные периоды. С телеграм-каналами, в принципе, с телеграмом трошки складанней, потому что телеграм выкрыстовывает динамичные адресы, и тому будовать инфраструктуру в телеграме больше эффективно, больше мае сенсу, потому что в выпуске для каванья традиционных сайтов телеграм станет основной просторой для расповсюду информации. Але так само нам треба думать про вертанья до таких новых традиционных медиумов, до личбового радуя. Вот была ранее технология DRM, якая с канала, але зараз все есть DRM 2.0 в разных формах, якую можно разгадать. Это личбовая радуя, якую можно транслевать на долгие дистанции, у доброй якости, у тем лику передавать файлы. Вот и новая технология, якую Google распрацовывая, это технология рассылки информации про смс, где можно добавлять видео и фото, и гэта так само улада не будут сдольные спарализовать. Без интернета можно будет рассылать тысячу людей, поведомлений, яку телеграме, на видео и фото. Тому стараемся зараз думать максимально вузь гэты out of box, и шукаять тое, что нам треба вернуться старого традиционного. У паперу и газеты я не веру, потому что организовать друковальный цех, яку часы нашей молодости с метром Бородком, зараз на шмат складаний, чем организовать личбовую передачу или телеграм-канал. Просто треба шукаять некие такие интегрованные, комплексные решения, які обдазволили нам не сгубить вузь гэты мобилизацийный потенциал. И треба безумовно замежная подтримка, потому что неводная из белорусских медиа нерентабельная. Я навод зараз про Украину могу сказать, что в Украине она нерентабельная, либо региональные СМИ. Треба грантовая подтримка, треба ахверовальность системы донорства внутреннего, краудфандинговые платформы, які так само оказались под ударом. Без них наши медиа сканают. Кале не у Жнивні, то до конца гэтага года. И тут вельми важный, это международный аспект. Циснуть на необходность подтримки информационной экосистемы в Беларуси. Без гея не будзе ни Тихановского, ни Бабарыки, ни выхода на улицу. Спасибо, Франок, что тебя слушаю. Если уже ты говоришь, что надо от телеграммов всех новых случаев переходить к каким-то альтернативным вещам, если уже ты про это начнешь говорить. Нет, это телеграмма, але традиционные сайты это самое легкое, что можно спинить и забляковать. Беларусь-Партызан. Это дзидос-атака, которая была сейчас. Так само Беларусь-Партызан, сдается, но мы, может быть, не все его читаем, але у него есть вельми активная такая core audience, якая вельми легка мобилизуется. И это аудитория супадает, аудитория Тихановская, например. И они дзидос-атаковали партызан, метана керавана, ведающих, что это те люди, которые хутенько выходят с дома и получают данные сухопротезы. Да. То есть, Франок, как я тебя понимаю, и вообще, собственно, уже разгром медиа части осуществился, и, собственно, мы ведь и после каждой кампании, мы в раме 2015 года это видели, что лидеры медиа менялись после каждой кампании, поскольку страдали более популярные, скажем так. И сейчас следует ждать того же, собственно, и ждать-то уже нечего. В этом году все заранее, и посадки кандидатов, и разгром медиа, и, собственно, тогда я бы попросила вот на что рефлексировать всех наших экспертов. А в целом у меня, ну, такое впечатление, особенно по выступлению Франока и Геннадия, что, как бы это сказать поточнее, 9 августа уже наступило. То есть разгром уже отчасти совершен, и Геннадий даже и не видит, собственно, пункты, которые он перечисляет, очевидно, наша страна ими не обладает, то есть не видит вообще никаких факторов успеха. А Франок тоже видит, что нам надо уже думать, ну, о том, как мы будем восстанавливаться. И я бы попросила, ну, как-то отреагировать на это. То есть действительно ли, в общем-то, может быть, и не зачем уже ждать 9-го? Ну, да, Ирина, ключевой вопрос. Если не ждать 9-го, то что? Потому что вот мы понимаем тогда, что уже все движется, но, наверное, пока еще Google SMS не запустилась, и с цифровым радиом пока не вещаем. Думать, собственно, что... Ну, что-что, например, снимаются все оставшиеся кандидаты, и все, ну... Ну, ты понимаешь, что не снимаются. Ну, а почему нет? Ну, то есть сняться, и все. Ну, то есть это вариант вполне реальный. Как вот Дмитрий думает? По поводу снятия кандидатов? Да, да. Ну, это было бы, наверное, лучше адресовать к самим кандидатам. Но я сомневаюсь, что кто-то по своей воле на данном этапе захочет сняться. Потому что люди, которые, скажем так, приняли для себя это решение, непростое решение, пойти, они вложили в это очень много сил и средств. И вот сейчас им говорят, давайте-ка вы снимайтесь. Мне очень трудно себя поставить на их место и принять за них решение. Со стороны, да, кажется очевидным, что легче всего сейчас взять всем, сняться, и все окей. Но останутся, я уверен... Ну, во-первых, ничего не окей. То есть это просто, ну, все. Борьба закончена. То есть мы просто, ну, как бы... Все. Борьба еще не закончена. Еще существуют независимые методы, скажем так, независимые каналы, независимые СМИ, через которые можно проводить, скажем так, этапы гитации и пропаганды. Поэтому, да, в перспективе можно готовиться, можно готовить какие-то резервные каналы, думать о том, что будет, но сейчас сниматься... Понимаете, еще даже никто не зарегистрирован, чтобы вот сейчас на данном этапе говорить, что надо сниматься. Вот когда уже зарегистрированы, тогда... Ну, на мой взгляд, тут прозвучала идея, что, опять же, наверное, от Андрея Вардамадского, что нужна историческая встреча. Я абсолютно это поддерживаю, что должны люди все-таки сесть за один общий круглый стол и принес какие-то... Какие-то заключительные договоренности. Спасибо. Коллега, вот Андрей тоже давно еще не высказывался. Я думаю, тоже, наверное, есть что сказать. Тем более, раз уж вспомнили сейчас идею профессора про историческую встречу. О чем вообще может быть эта встреча? Какие есть идеи? Ну, именно о том, о чем сейчас говорили. Как преодолев внутреннюю инерцию и переступить через те затраты, да, душевные, эмоциональные и так далее, жизненные, прийти к такому общему решению. Я хотел бы профессору Аллану Флауэрсу ответить. От кого-то у нас идет очень сильное эхо. Я хочу вам ответить на ваш вопрос. Так. Вы спрашивали по поводу 9 августа. Вы спрашивали по поводу медиа. По поводу того, что выйдет после 9 августа. Можно, Антон, перекладывай. Переходи позже. Хорошо, я просто могу сказать это в английском. Your question about the consequences of 19 августа. У нас будет просто потом видео выложено. Мы бы хотели, чтобы оно было понятно. Мы вряд ли его сможем перевести на английский. Поэтому... Либо... Да, давайте... Английская версия будет потом. Поэтому ответьте просто медленно, но по-русски. Значит, 9 августа это не есть конец. Это не есть точка. Конечно. Да. Это одна из многих точек. По той простой причине, что причины, которые вызвали эту мобилизацию, не будут сняты. Экономическая ситуация, не будет улучшаться экономическая ситуация, поскольку мы знаем и новый состав правительства и так далее, и так далее. А если экономическая ситуация не будет улучшаться, то протест просто будет расползаться, да. И он доползет до МАЗа, например, как было в 91-м. Ну, а дальше уже как бы мы знаем, как это происходит. Вот. А медиа – это как бы важный, но частный случай. Мобилизуется либо не мобилизуется. Ну, будет происходить расширение протестной группы. МАЗу сейчас это все не важно. Бабарика, Цепкала, Конопадская, хорошая она или плохая. Потому что они поддерживаемые. Но поскольку с неизбежностью экономическая ситуация ухудшаться будет, то причины того, что произошло, не нивелированы, не уничтожены, если причины сохраняются, то и явление будет сохраняться. Спасибо. Ну, у меня есть такая, я уже говорил эту формулу, что поезд слишком тяжелый и набрал слишком большую скорость, чтобы остановиться. Спасибо еще раз. Спасибо. Но это будет не Египет. Сейчас часто с Египтом сравнивают. Значит, в Египте была уникальная ситуация. В Египте был пик демографической ситуации, когда наибольший процент в составе населения занимала молодежь. Именно в 2010 году там сформировалась такая структура населения. И поэтому, значит, вышла эта молодая энергетика. Тут разные вещи. Белоруссия и Египет сейчас сравнивают. Я думаю, безусловно. Спасибо. Очень интересно. Спасибо. Пока у нас не сравнивали. Я бы тоже хотел задать вопрос нашим спикерам. Тут же несколько раз позвучало. Идея того, что нужна идея, скорее такая уже четкая уверенность, что, в общем, стоит готовиться к включению интернета прямо. Ну, по крайней мере, на какие-то периоды. Мне интересно, как кто себе представляет, что произойдет, если завтра мы проснулись, и вот просто интернет не работает. У всего Минска или у всей Белоруссии. Люди будут на улице спрашивать новости, или протестовать, или начнут смотреть БТ. Что вообще будет? Понятно, что это достаточно гипотетическая ситуация, и все мы давно не жили в ситуации без интернета. Но, тем не менее, какие у кого есть гипотезы? Интернет – это как карантин. Его нельзя вводить полностью, потому что остановится экономика. Если отрубить в современном мире интернет полностью, то точно так же остановится экономика. Поэтому его не будут. Нельзя отрубать полностью. Ну, я могу подтримать, что никто целиком не выключится интернет. Он просто будет выключаться конкретно певными сегментами. Зараз они научились выключать интернет у центра города подчас ланцугов солидарности. И при этом никаких доказов отключения интернету нема. Вы видите, что правооборонцы спробовали зафиксовать отключение интернету у Менску, Велкомом и МТС. Вот, когда это было 19-го червяня, ци 18-го. И не отрмалось зафиксовать. И они отключали передачу только буйных пакетов, такие необходимые для посылки файлу. Али прыгэтым сам телефон показывает, что все выдатно працует. И сувесь нормальная, звычайная. Тое самое будзе с сайтами. И надо отключать конкретные доступы до конкретных IP-адрасов, цих алинок IP-адрасов, какие привязаны до Дубаеву и так далее. И ци будуть людям меть информацию о цине, залежить от подрихтовки загадя. У Гонконгу, например, перед протестами усе ведали, что треба поставить себе на телефоны файерчаты, браер. Это программы, которые позволяют обмениваться контентом, это социальная сетка без интернету. И кали урадуюся от мяне за 100 метров, есть інший человек с гэтой аппликацией, то он будет читать все мои поведомления. Это браер называется программка. И они все гэта поставили, и кали отключился полностью интернет у Гонконгу, и они все равно все обменивались информацией, фотками и виде. Просто кали громадские организации, медиа, блогеры, активисты смогут организовать гэта загадца, то шатдаун будзе неэффективный. Кали ж гэта не будзе проведена загадца, а не будзе проведена, потому что блогеры сядзять усе основные уже, то просто люди альбо застанутся сядзять дома, чакаючи апдейта, альбо выйдуть у центр города, аль это будзе мизерная часть. В 19-е, в 10-е годы так само не было интернету. Был шатдаун на особных сайтах, и в принципе у некоторых районах вогля не было сувязи. И тады люди ехали на площадку, аль тольки тому, что они ведали, что треба ехать на площадку. Аль и нема пляну загадца, куды то едзе и десь бирае выпадка отключения, то все будут сидеть по домах, на мой поле. Спасибо, Франок. Я прошу Валерия Ивановича Кармалевича высказать свое мнение. Да, я бы хотел обратить внимание вот на что. Смотрите, в политическую жизнь этим летом включилось огромное количество людей, которые вообще раньше политикой не занимались. Я думаю, что вот это очень важный момент. Это новобранцы политической жизни, политического процесса, и все прогнозы в отношении того, как они себя поведут, необходимо учитывать именно этот фактор, что это не старая традиционная оппозиция, это совершенно новые люди. И обратите внимание, они пришли в политику, пытаясь максимально использовать все существующие легитимные каналы. То есть, когда задержали Тихановского, люди стали просто в очередь по всей стране и стали подписывать поддержку альтернативных кандидатов, то есть абсолютно легальным, легитимным образом пытаясь выразить свой протест. И то же самое команда «Бабарико». Вот смотрите, они сейчас пытаются официально просить разрешение на митинг. То есть, и у них была установка никаких нелегитимных способов, никаких протестов не проводить, не осуществлять. И то, что власти сейчас делают, вот для них, для этих людей стало, ну, огромным шоком. Потому что то, что власти делают для традиционной оппозиции, давно известно, и в принципе никаких новаций тут нет. А вот для этих людей, которые новобранцы, да, для них это стало шоком. И особенно, смотрите, вот 19-го, когда власти стали задерживать вот эти цепи солидарности, ну, в принципе, на завтра никто никуда не вышел. То есть, достаточно было один день продемонстрировать силу, и оказалось, что это эффективно работает. с точки зрения власти. То есть, эти люди, эти новобранцы, они не готовы к силовому сопротивлению. И, понятное дело, они все ушли в онлайн. Они все ушли в социальные сети. И вопрос, можно ли их теперь вообще вытащить на улицу. Это вопрос, на котором ответа нет. Смотрите, как действуют сейчас власти. Вот они не зарегистрировали Цепкало, а Бабарику пока не трогают. И я думаю... Если так можно сказать о том, кто сидит... Да, 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 да. Я имею в виду про регистрацию. И я думаю, что его не зарегистрируют на этапе, придравшись к тому, что у него неправильная там... Декларация. Декларация о доходах и имуществе, да. То есть власти развели эти два, двух наиболее популярных политиков в разным временным точкам. Потому что нерегистрация в один момент и того, и другого могло бы вызвать какой-то протест кумулятивно двух этих протестных групп, двух сторонников того или иного кандидата. Власти их разводят. Что касается того, что делать, да. Вот тут идея всем сняться, да. Ну, идея сняться, это идея капитулировать. Сегодня больше всего в бойкоте заинтересована именно сама власть. Вот если все сторонники, все протестные группы просто не придут на выборы, это то, что нужно власти сегодня. Те, я не знаю, 20-30 процентов, которые готовы голосовать за Лукашенко, они как раз придут. И, в общем-то, будет вполне достаточно, так сказать, для того, чтобы обеспечить очередные 80 процентов. Поэтому вопрос о снятии это вопрос просто о капитуляции. У меня все. Спасибо. Валерий Иванович, спасибо. Я согласна с вами. Я и читала ваш комментарий для Радио Свободы, где вы обращаете внимание на то, что, вероятно, и Тихановскую зарегистрируют, и с ней вот просто по ходу кампании, как это было, например, во время парламентской кампании, мы видели, как снимали кандидатов прямо по ходу кампании. И все это действительно... И вот эти вот приписанные голоса, которые, ну, очевидно, порождают недоверие к тем, кого, возможно, и, скорее всего, зарегистрируют. И все это действительно ведет к тому, что каждая группа выступает за себя и отторгает других участников процесса. И тут получается не так, как говорит Дмитрий Бородко, когда это независимые центры действуют независимо, но в одном направлении, а именно против друг друга. Да, вот если можно, Валера, я хотел просто дополнить. У меня вот тоже уже, наверное, вчера весь день крутилась эта мысль в голове. Казалось бы, вроде такие негативные мысли про наше политизированное общество не должны уже удивлять, но тем не менее, я, честно говоря, был немножко удивлен тем, насколько, можно сказать, резкая формировка, но тем не менее, насколько люди поделились вот на этот вопрос власти с лишними десятками тысяч подписей. Мне кажется, ну вообще зачем одним кандидатам дают какую-то условно незаслуженную конфетку, а у других забирают? Это прямо максимально банальный, мне кажется, способ пересорить коллектив. Мне кажется, на уровне первого класса таким можно пользоваться. Я, честно говоря, был удивлен, насколько многие люди, в том числе в моей ленте Фейсбука, которую я обычно старательно фильтрую от странных людей, казалось бы, вроде большинства адекватных, насколько они радостно для себя нарушили. Ага, вот, значит, все эти вот они, типа, вскрылись в консервной власти, наконец-то. То есть, насколько люди готовы купиться вот на какую-то, значит, простую провокацию. То есть, ты показал завтра, не знаю, мне и тебе, нам дадут ордена за заслуги перед КГБ, завтра все радостно эти люди признают, а, так вот, они же, значит, агенты. То есть, в продолжении рассуждений Валерия Ивановича про, что же не только вот эти новобранцы, но в целом, насколько иногда мы все готовы без какой-то критического анализа воспринимать какие-то провокации власти, насколько вот на ней готовы легко вестись. Да, но тут это можно понимать на самом деле, ведь то, что Валерий Иванович сказал, ключевое слово, ведь действительность и снятие кандидатов это очевидная капитуляция, просто очевидная. в общем, в общем, да. И, и поскольку, как я понимаю, значительная часть фейсбука, сетевого сообщества уже, ну, как бы это сказать, готова капитулировать и просто нужно назначить виноваток в этой капитуляции и все. Ну да, тут поиск виноватых оправдывающих все это или слабость, или бездействие, или страх, он, конечно, удобная вещь. Да. Ладно, мы, наверное, можем завершаться, если некому, никто ничего не хотел бы добавить. Я помню, да, в чате была, она есть, но она есть, моя говорила, что уже Франок ответил на заданный вопрос. Или она есть, еще что-то? Я вот вижу, суда, Вадим хочет задать вопрос и у меня, извините, Вадим, я вас вижу сейчас, минутку буквально. У меня просто еще один вопрос к Франоку и Дмитрию Бородко по поводу Валерию Ивановичу, может быть, вы видели вообще площадки для агитации, которые определила цикл. То есть, ну, карту этих площадок, я думаю, вы так же, как и я, просто не знаете, где это все находится. Ну, если да, если не считать парк Дружбы Народов со всей его негативной историей, кстати, насколько я понимаю, именно парк Дружбы Народов же и подана заявка от Бабарико и ОГП. что вообще с этим делом, да, все равно в условиях всех проблем с медиа, которые мы сейчас видели, действительно, и Франок, и Дмитрий, насколько вообще с этими площадками что-то будет? Это совсем остаться и их игнорировать, только остаются такие непригодные? Или, может быть, странным образом люди, может быть, и там соберутся, раз уже нет других вариантов? Что вообще с этим делать? В принципе, учитывая, скажем так, подогретость нашего общества, можно пользоваться любыми площадками. Посмотрите, вот я просто исходя из этой электронной компании, смотрю, когда мы предполагали, что нам придется ходить по квартирам и собирать подписи, это в условиях коронавируса это был Армагеддон, мы просто не знали, как из этого выпутаться. Но вот мы все поставили пикеты и люди сами потянулись к этим пикетам, поэтому я думаю, безусловно, надо пользоваться этими площадками, которые предоставлены, люди будут туда идти. Спасибо. Если праноку по этому поводу добавить нечего, то тогда мы будем просить Вадима высказаться. Вадим? Спасибо. У меня такой вопрос, если можно, вот я написал в чате, вот сейчас используется в принципе сценарий такой внешнего влияния, вот так может ли быть вот собственно сценарий площадь, быть фактором неким консолидации власти после выборов, которые собственно могут убедить общество, что площадь площадь это внешнее влияние с учетом того, что границы с РФ будут открыты до выборов скорее всего. Может ли быть такое, что наоборот это скажем будет стимулироваться такой сценарий? Можно ли еще раз уточнить ваш вопрос? То есть что вы имеете ввиду? Кто такой что-то говорит Лукашенко, что протестуют только те, кто руководит внешними силами? Насколько его эта промова может быть воспринята как действительная? Нет, вопрос вот в чем. Дело в том, что если люди выйдут, то можно будет разыграть хорошую карту о том, что это внешнее влияние. К тому же границы с РФ будут скорее всего открыты до конца месяца, как уже там Симашка говорил. то есть в любом случае, если народ выйдет выйдет и будет протестовать, то это может быть как дополнительный плюс в дальнейшем консолидации власти и отстаивания действительно своей точки зрения о том, что да, вот смотрите, внешнее воздействие есть и мы видим, как оно проявляется. Ну, мне, например, кажется, что вот это то, о чем он говорил в начале дискуссии профессора Марта Мацкий, это как раз вот к этому тезису про то, что люди начнут сомневаться в таблице умножения, чем поверят словам власти. То есть, мне кажется, если, предположим, действительно, да, конечно, власть, думаю, наверняка будет пытаться использовать любой повод, любые протесты, чтобы назвать, значит, что это все инспирированные за границей, вот она, вот она рука условного Кремля или НАТО, чего угодно проявилась, но мне кажется, этому в конечном счете будут верить те же, не хочется поговорить мамами, но те же 3%, которые сейчас будут верить, то есть, потому что в конечном счете ведь общество это, ну, общество это как раз те, которые там выйдут, которые их лично знают, знают в онлайне, я, например, не представляю, что можно, не знаю, куда думают другие у нас сегодня участники, я, например, не представляю, чтобы всерьез сейчас можно было убедить общество, что протестующие это значит, там, рука Москвы, Запада или кого-то еще, мне кажется, вот этот выход как раз новых, ранее неполитизированных групп, он как раз для многих подчеркнул, что теперь практически у всех есть и лично знакомые протестующие, и они видят, что они это делают не потому, что это, значит, научкивает Кремль, а просто потому, что они недовольны ситуацией и не верят перспективы, вот по крайней мере мне так кажется. Я бы еще добавила, что Симашка, как всегда, выдает желаемое за действительное, это он хотел бы, чтобы Россия открыла границы для того, чтобы трудовые мигранты наконец вернулись, на ракухту убрали со стороны, но совсем не факт, что Россия согласится с этим, и Валерий Иванович еще хотел бы, может быть, что-то на эту тему. Да, во-первых, насчет мест, где разрешена агитация. Ну, вы знаете, если на площадь Бангалор выйдет 10-20 тысяч человек, то резонанс от этого будет очень большой и независимо от того, что это такая вот, что это, что это Бангалор. Вот. А что касается внешнего влияния, понимаете, в чем дело? Как-то вот, даже если смотреть на официальный экран информационный, то мы просто видим какой-то когнитивный диссонанс. С одной стороны, Лукашенко обвиняет своих оппонентов, что они агенты Москвы. С другой стороны, смотрит... он сам туда же едет, скорее всего. Да, да, да. И по логике как раз в этот момент отношения Беларуси с Россией должны бы были резко ухудшиться. А что мы видим на самом деле? Во-первых, отношения даже улучшаются. Там Россия приняла ряд решений, там и компенсация нефтяная, и льготы по атомной станции, и соглашение о взаимном признании ВИЗ. Лукашенко два раза в течение короткого времени поехал в Москву, и официальные СМИ очень позитивно оценили этот визит. Так вот, два совершенно параллельных месседжа, они как бы друг друга самоуничтожают, даже если смотреть на официальный экран глазами обывателя. Поэтому я думаю, что эта схема не работает. Тем более, что для аполитичного обывателя объявление, скажем, Лукашенко, я не знаю, Бабарики российски настроенным человеком, это даже и не компромат, потому что обыватель скажет, ну и что? А что в этом плохого? То есть, мне кажется, что эта схема сейчас абсолютно не работает. Да, продолжаю про Бабарик, я даже посмотреть со стороны Сугуба, отключиться от прогнозов по посадке, и с уголом со стороны избирателя как бы две изглечения. Бритов по школьному скольбе, англическая. То я бы сказал, что в то же время Бабарико, на посту главы Благоспромбанка, Бабарико же договаривался с Россией, и что российские акционеры были довольны его работой, и чтобы делать всякие проекты для белорусской культуры. Может, на посту президента смогу неплохо договариваться. Поэтому да, скорее, связь Бабарико вполне убедительна, ну и уж тем более для пророссийского электората тогда звучит странно параллельно обвинять в дружбе с Россией и активно с ней дружить. Ну что, есть ли у нас еще вопросы, комментарии и желающие выступить? Может быть, Лободен Андрос Кобелес, который нечаянно включал микрофон, может быть, что-то хочет добавить и по сути? Да, добрый день всем. Действительно, было очень интересно, хотя я должен был отключиться и идти в комитет в Мерорганском парламенте, приветить Брюсселя всеми знакомыми и тем, которых еще узнаем. У меня два вопроса, и особенно, когда я вижу вот господина Вардаманского, которого мы хорошо знаем и много общались уже. Я не знаю, что, профессор, что показывают ваши данные, но здесь мы имели возможность услышать некоторые данные социологические из респектных западных компаний, которые сделали Беларуси как раз недавно опрос, и который показал, что больше, чем 50% жителей Беларуси желают перемен. и за стабильность высказывается за стабильность Лукашенко высказывается только около 30%. Мой вопрос один. Знают ли белорусские граждане Беларуси, что большинство требует перемена? Есть ли понятие у общества, что у них есть большинство? и второй вопрос следующую неделю здесь как раз в Русселе в комитете по иностранным делам мы будем обсуждать ситуацию в Беларуси и потом на пленарном заседании будем тоже и сам господин Боррель будет говорить про ситуацию в Беларуси и мы будем об этом говорить на общей дискуссии. По вашему мнению какой сигнал или какую скажем так позицию должен высказать европейский парламент чтобы как раз вот те перемены чтобы можно было бы помочь белорусскому обществу в этом нетрудном походе на перемены. Ну спасибо за вопросы господин Кубилиус. Два момента насчет осознания обществом того кто есть большинство значит это простая формула состоящая из двух полупредложений да мы большинство но вы же знаете кто принимает решение вот такой ответ на ваш вопрос что касается Евросоюза ну речь идет о том что просто это белорусский вопрос должен быть переведен на другой уровень значимости вот 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 о чем да есть группа депутатов которая активно занимается интересуется пишет заявление обращение это так но где-то в самых топовых структурах Евросоюза этот вопрос является периферийным вот потому что ядерным вопросом является коронавирус мы это понимаем по-человечески и это правильно но без как бы вот изменения уровня статусности и положения в иерархии европейских вопросов белорусского вопроса ну ничего не будет все будет по-прежнему спасибо надеюсь я ответил да если можно у нас еще было несколько вопросов в чате если можно тоже хотел бы добавить по поводу большинства мне кажется независимо от того как закончится для нас вся эта компания мне кажется вот этот интернет-мем про то что Саша 3% а соответственно остальные это 97% мне кажется этот мем он так или иначе становится устоявшимся и он как раз очень очень важен с точки зрения при всем социологической некорректности но он очень важен как раз для именно того что о чем вы правильно сказали для понимания обществом того что желающих перемен большинство такое даже нескольких преувеличенное большинство вот это понимание оно останется и мне кажется возможно когда мы будем вспоминать за 20-й год возможно это будет одним из очень важных эффектов того с чем общество выйдет несмотря на все возможные отключения медиа интернета и другие проблемы Вадим тут Ганна Русинова с телеканала Белсад пытала высказаться да ты говорила что это в часик были еще вопросы ага добро так меня бачено вас бачено але только лоб так ну да да питание я хотела запытать мне циковать питание на кон замежа как вы лечите вот зараз мы надираем такую великую колькасть протестов замежа як чем это могло быть выкликана что так поплывала на массовую едность замежа как мне подается каля достиг не было таких массовых колькастей удельников и бог я полючиться гэта выкликана ну так такого что люди хочут перемен и тие люди які бы хотели вернуться я могу технічна показать ката робець я могу технічна патумачить як змобилизаваліся але чаму гэта пытання экзистанцына филеозовская так тому што саправды беларускай дияспора заужды была вельмі адарваная ад падзею беларуси в паравнанні з усімі нашымі суседзям нават каў браць микроскапічну малдовскую дияспору в паравнанні з беларускай па ўсім свете яны реагавалі на падзею ў кишэньове значна больша патумачить я бачу што створаные фейсбук групы ў кожной країні беларусы Італі беларусы Монако беларусы Албані беларусы Бразілі І гэтэ фейсбук групы за опошні год паўтара стварылі координаційныя чат У фейсбуку ёсчат на 108 чалавек называецца Межнародная солідарнаць беларусю Там па 3-5 чалавек з кожной країны І яны адмарковувалі ў деталях ўвесь календар кожной акцій І яны павідамлялі што дзя плянуюцца а якой гадзіні і якім чыным Потым яны стваралі івэнты ў фейсбуку і таргітавалі гэтэ івэнты ў фейсбуку на іншых беларусов які знаходцца ў країні Таму там і тая хто пастаянна былі актывны і тая хто выпадкова зачапіліся гэтымі падзеями І потым гэтэ акція актывна закідваліся ў телеграм-каналы знову жа ну прастак званую прядложку Можто кожну телеграм-канал прымая ад пастпішчыка ў контэнт І былі такія моманты калі ў дзень прыходзіла па тысячу тысячу пяццот павідамлэніў на на каналы і гэта ўсё ад беларусу замежа Беларус замежа атрымалі па першы місцца для кардэнацій але і місцца для дэстрэбуцій таго, што яны зробець і але чаму яны робець гэта ця пер настолькі захвачана настолькі энтузіастычна я патлумачыць не могу таму што заправды ў Нью-Йорку я бачыў на пікетах людзей які пару год таму назад ісустрапаў ў Амерыцы які былі абсалютна абыякавае да палітычных падзеў і працэсав ў Менску Я іще магу пару слоу дадаць дагэтага таму што я не так даўну буў так сама працтавніком беларускай даспары ўось чому гэта адбывацца 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 гэта таму што перадусім ёсць паўнае спадзеўы што адбудецца змены на Беларусі тут адбывацца палітычная жыцьот і гэта зразумелая реакція беларусов які знаходецца па замежані нашай краіны і перад гэтым таксама ёсць ў нас прыклад Украіны памятайцца як 2014-13 годзе адбываліся акція ёсць 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 і зараз та самая проекція адбывацца ёсць 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 противоположное. Понимаете, пока это не сдвинется с места, тут ничего похожее, ну, есть такое мнение, не подойдет. Почему? Потому что они сегодня определяют. У них есть сила, и они зависят от власти, потому что они выживают. Лиши их сегодня зарплаты, то, что им говорят, и ясное дело, что они, ну, они на это не пойдут. Причем, даже, когда, чисто вот комментарий, одна там обсуждали, когда они ходили в фрунзенский исполком, и спрашивали, почему мои голоса не засчитали, например, то конкретно говорили с той дамой, которая считала, и она, написали, что слезами на глазах она сказала, вы даже не представляете, что здесь происходит в исполкомах, понимаете? То есть, вроде бы чиновники простые, они и готовы были бы перейти на протестное, на сторону протестующих, типа, проявить свою волю и честность, но не могут. И тогда, сегодня я прочла реакцию на пост о том, что международная там общественность поддерживает, состоялся митинг, я не помню, по-моему, в Брюсселе, не в Брюсселе, может быть, не помните? Много где состояли. Да, и они, и там конкретно мой коллега, друг, который, в общем-то, очень близок к штабу Бабарика, и он написал, лучше бы диаспора купила бы квартирку кому, вы думаете, председателю нашего цыка, чтобы она не боялась уйти со своего места, и так далее, и тому подобное. Понимаете, здесь вопрос стоит, как повернуть этих людей, все-таки, на нашу сторону, как убрать экстракт. Да, это интересный вопрос, действительно, как делать, насколько вот купить квартиру, это интересное предложение, таких, чтобы ты раньше не слышал. Спасибо. Спасибо, Галина, что напомнили. Что обсуждать. Спасибо, что напомнили про вопрос господина Кубилиса по поводу действий ЕС, я бы по этому поводу тоже недавно про это думал, и мне кажется, белорусская и активист, и гражданское общество уже сейчас находится в таком, скажем так, тяжелом положении из-за того, из-за долговременно закрытой границы, из-за коронавируса. И мне кажется, очень, наверное, важно учесть опыт предыдущих лет и не допустить, наверное, такого сценария 2011 года, когда на такие репрессии страны властей наложилась некоторая приостановка, когда многие международные события, например, такие, как Минский форумы не проводились, или что-то еще, то есть не допустить того, чтобы на репрессии со стороны власти наложилось такое, чтобы заморозка белорусско-юрбейских отношений не привела к заморозке каких-то общественных процессов, гражданских, независимых медиа, потому что это может быть таким комбинированным ударом, наверное, важно этого не допустить. Это, мне кажется, важный момент для любых решений. Я хотела бы добавить комментарий, комментарий о Галины. Знаете, Галина, это ведь спор о яйце и курице. То есть, а что, собственно, может побудить чиновников, знаете, перейти на дневную сторону? Ну, не спешно говорить, что это может быть, ну, какая-то квартира. Знаете, во-первых, предыдущие пять лет, насколько я понимаю, все программы ЕС были нацелены на то, чтобы едва ли там, извините, не пылинки сдувать с наших чиновников. И теперь они, ну, я думаю, только, только мнение сограждан может повлиять на настроение чиновников. А вовсе ни каким образом Европа здесь не может ничего изменить, чему как раз вот свидетельствуют эти пять лет, ну, как бы бесплодно совершенно прошедшие с этой точки зрения. Они участвовали в сотнях, в тысячах образовательных программ, там, каких-то совместных установок памятных знаков, или там, я не знаю, установки нового оборудования в больнице, еще что-то и еще что-то, куда-то все время ездили, и что? Даже спасибо, я думаю, они не скажут. Большое, я, естественно, здесь же не конкретно стоит вопрос, что сброситься помочь квартиру купить. Это было, ну, как шутка. Я поняла, поняла, но просто нет. Именно настроение сограждан, вот что может повлиять на их преодоление страха, когда они будут, условно говоря, бояться мнения соседей больше, чем мнения начальства. Ну, вот примерно так. На этом основана компания «Багарико», они делают на эту ставку. Да, мы видим. Видим, конечно. Но, тем не менее, чиновники, они хотят, знаете, самый сильный, я скажу только одно вот насчет чиновников, самый сильный мой страх был в моей жизни, когда я меняла работу, осталось, можно сказать, без копейки, мне не было чем заплатить за квартиру, коммунальные услуги. У меня был самый сильный страх. А сейчас много чиновников, которые, в принципе, готовы были бы перейти, но, тем не менее, они получают зарплату. Вот в чем дело. Это я слышу достаточно. Мне кажется, в самом деле, это вот такая классическая отговорка. Я бы, значит, и рад бы на сторону добра, но вот зарплата, как же без нее? Мне кажется, это совершенно такая отговорка, потому что, наверное, какие-нибудь все, ну, все эти люди, которые составляют другую сторону, наверное, белорусского общества, и еще прекрасно видят, что не только работая на посту чиновников можно жить, зарабатывать. И, наверное, мне кажется, большинство чиновников, это все-таки не... Ну, как, это же не какие-то такие, значит... А это вообще, боже мой, ну, как словно эти люди ни разу не меняли работу. Ну, да, то есть, подзаконцовно. Не будет... Я поражаюсь, когда, например, говорят, преподаватель в университете, значит, всех студентов очистил, потому что как же он мог не согласиться, его бы уволили. И сам, преподавая в университете, я думаю, ну как, уволили бы, ну, что, может, не самое хорошее, но, в общем, и не конец света от этого. Уволили, это не расстреляли. Ну, здесь, ясно дело, речь идет не о тех чиновниках, которые найдут себе место, а о простых людях, которые очень многие, которые будут считать... Пустые люди, мне кажется, тем более, представить, что массово уволят школьных учителей, там, сотни и тысячи, я тоже сомневаюсь. Точно не те вакансии, на которые, значит, стоит очередь. Ну, я продолжу комментарий. Недавно буквально обсуждали, ну, вы, наверное, знаете, что в каком-то там году метростроевцы, они встали, и была забастовка общая. В один день позвали людей, пригласили, власти из Москвы, из России, притащили сюда людей, и все, весь протест закончился. То есть, власти нашли вариант. Это касается, когда это узкая профессия метростроевцы, а, например, школьных учителей, я думаю, тысячу никто из Москвы не привезет. Ну, это такой, конечно же, как правильно, уже говорил сегодня, французский философский разговор, действительно, как была Валерия, немножко курица, яйца, что-то будет раньше. Спасибо за комментарий. Спасибо, Галя. Одна ремарочка по поводу чиновников. В начале 2000-х, когда мы достаточно плотно работали с сербским, отпором, вот они рассказывали, как у них чиновники, когда у них чиновники начали переходить, скажем так, на сторону восставших. Для них, скажем так, катализатором послужило то, что звезды театра, кино, люди, обласканные славой, люди при деньгах, начали открыто высказывать свою позицию. И тогда чиновники, держа нос по ветру, начали, скажем так, эти сигналы улавливать. И вот тогда начался массовый переход чиновников в Сербии на сторону оппозиции. Спасибо. То же самое я в определенный момент вижу сейчас в Беларуси. Ну да, например, явно-явно когда подводят к этому, что в общем такое немножко что-то есть. Значит, страхом является не только зарплата, которая будет не получена завтра, настоящим страхом является то, что будет месть в будущем за что-то сделанное и что человек не найдет себе места в будущей системе. Вот это вот, так сказать, основная такая мотивация, которая не позволяет. Если будет заявлено четко, ясно, однозначно и массово штабами и, так сказать, это подхвачено населением, что не будет люстраций, вот, не будет жесткостей, место вам для работы будет, вот, и речь не идет о том, чтобы там мстить кому-то, а речь идет о том, чтобы плавно перейти нормально в новую систему и развиваться стране дальше. экономически и по всем направлениям. Вот. Если будет у номенклатуры ощущение возможности своего места, нормального места в будущей системе, тогда клапан приоткроется. А это, это уже заявлялось штабами, но это, так сказать, надо делать, повторять. спасибо. Ну что, я предлагаю завершиться, мы в этот раз молодцы. Вот в два часа укладываемся, можем на завершение сказать, что мы со своей стороны обещаем обойтись без мести и без люстрации. Ну сколько чувствуется. И мы очень признательны вам за этот разговор, какие-то вещи становятся яснее, спасибо. И я лично, признався, сегодня садилась вообще уже в грустном настроении, глядя на то, как развивается дискуссия в медиа и соцсетях. И рада, что я услышала вещи, которые, мне кажется, оставляют еще какую-то надежду. Да, мне кажется, напоследок мы вырулили все-таки на что-то более оптимистичное. И хочется думать не только о том, как поддерживать в акциях просветства наши диаспоры и личным участием, а все-таки хочется думать о каких-то более позитивных способах участия в жизни белорусского общества. Все, большое всем спасибо. До свидания, до новых встреч.